Что такое трутневый расплод? Пчела, матка, трутни. Трутни – это мужские особи пчёл. То есть мы специальным образом их консервируем и позволяем сохранить все биологические вещества, которые вот есть в трутневом расплоде. По сути своей, это является как молодильное яблоко. То есть это тот продукт, который даёт человеку молодость. Так вот, главное достоинство остеомеда, как я уже говорил, это рождение мезонхемальных клеток костей. И когда вот это, профессор Струков создал остеомед, ведь мы объяснили многие загадки, которые вот женщин мучили, а они не могли дать ответ. Например? То есть этот, ну вот она приходит к врачу и говорит, тот ставит ей диагноз остеопороз и артроз одновременно. И она не понимает, как же так, в кости одновременно не хватает кальция, и у неё нарост артроз. Это нарост на кости, который ограничивает подвижность суставов. Возникает вопрос, как же так, здесь не хватает, а тут нарост. Или второй вопрос, почему женщины в 10 раз чаще страдают костными заболеваниями, чем мужчины? Почему вот артриты так вот тяжело? Так а в чём ответ? То есть кальций усваивается не туда или как? Да, ну вообще мы поняли, что проблема-то не в кальции, а проблема как раз в наличии вот этих кариесных, можно так обрано сказать, зон в костной ткани. Потому что со временем эти зоны только росли, росли, и по ним шли переломы. И к профессору Струкову часто приходили пациентки, которые говорили, как же так, Виларий Иванович, мы 3 года ели препараты кальция с витамином Д3, а руки-ноги сломали, почему нам это не помогло? А он показывал, говорит, вот смотрите, у вас эта полость всё росла, росла, и в конце концов, вот, как сказать, вот скорлупа только осталась от яйца, а там всё пустота. Вот, и вот остеомет, он способствует рождению мезонхимальных клеток костной ткани, и организм подходит к этому очень, это, бережно, он начинает закрывать самые уязвимые места, вот как раз в этих полостных образованиях. Полости закрываются, останавливаются, развитие всех костных заболеваний.